Совет по поддержке малого и среднего бизнеса снова в сборе. Говорить намерены о наболевшем, но сначала о приятном. Глава администрации округа Евгений Кош награждает активистов среди предпринимателей. Многие из них участвовали в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Далее к вопросам более серьезным. Привлечение новых инвестиций на территорию Уссурийского округа. Задачи, которые решают и администрации, и представители бизнес-сообщества. Последние получают всяческую помощь от власти. Так уже несколько лет в округе реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса. Объем финансирования за весь период ее реализации составил чуть более 17,7 миллионов рублей. В том числе около миллиона рублей – это федеральный бюджет. Крэйву бюджет составил 4,6 миллионов рублей. Местный бюджет – более 12,1 миллиона рублей. Общее количество получателей поддержки за весь период реализации программ стали 102 субъекта малого и среднего предпринимательства. Поддержка будет оказываться и в этом году. Но объемы финансирования резко сократились. Нет теперь федеральных и краевых дотаций. Только местный бюджет. Запланированная сумма на 2018 год – 2 миллиона рублей. Местные власти делают все, чтобы предприниматели округа могли развиваться сами и развивать нашу территорию. Но активность самих бизнесменов оставляет желать лучшего, отметил Евгений Корж. Мои специалисты говорят, что наш совет предпринимательский очень пассивный. Мы можем решать много задач, но в основном все проблемы мы вам рассказываем. Вы нам свои проблемы не рассказываете. Чем мы должны помочь? Я уверен, что у вас не все так хорошо, чтобы вы не говорили нам о своих проблемах. Таким составом представители совета по поддержке малого и среднего бизнеса встречаются довольно часто. И каждый раз новыми знаниями делятся приглашенные гости. На этот раз представители таможни рассказали об изменениях в законодательстве, которые затрагивают импорт и экспорт товаров. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Теленикс.